За 10 лет проведения форума проект «Школа Росатома» принимает в нём участие в третий раз, а журналисты АТОМ-ТВ – впервые. В творческую команду вошли победители видеороликов по метапредметной олимпиаде из городов Десногорск и Удомля, а это четыре человека. Наш город представили Станислав Розганов и Александр Бочинок. Все три дня ребята работали как единая команда. Они познакомились с детьми из сетевых школ проекта «Школа Росатома». Для них на форуме была организована большая образовательная программа, в которую вошли физические квесты, опыты в научных мини-лабораториях, мастер-классы по строительству и архитектуре, посещение экспоната космического корабля «Буран» и, конечно же, экскурсии по многочисленным павильонам форума. Но больше всего юным журналистам понравилось работать с иностранными делегациями. Их интересовало, насколько эффективно проходит форум для их стран. Что больше всего заинтересовало вас на форуме? Замбия сейчас развивает свой ядерный проект, поэтому, собственно, представители страны сейчас здесь участвуют в форуме. Но также им интересно знакомиться с другими практиками и смотреть на другие проекты и компании, которые представлены на форуме. Также ребят интересовали и будущие перспективы талантливых ребят из атомных городов. А что ожидает ребят проект «Школа Росатома» в новом учебном году? У нас много, на самом деле, сейчас планов. Но самое важное, что ожидает ребят в новом учебном году, это новые возможности, которые у них есть, новые способности к развитию. Они невероятны. Вы сами, я смотрю на вас, вы видите себя, вы развиваетесь, становитесь интереснее, успешнее. И это, наверное, самое главное. Главной темой 10-го юбилейного форума в этом году стало глобальное партнерство. За три дня участники рассмотрели и обсудили много вопросов. Наиболее актуальным для наших юных журналистов в преддверии окончания учебного года в школах стал вопрос о подготовке кадров для атомной отрасли. И они поинтересовались, какие наиболее востребованные в ближайшем будущем будут профессии. Безусловно, перечень технических специальностей, которые достаточно широк, я не инженер, но думаю, что специалисты точно понимают, что это все специалисты в области ядерных технологий, инженеры, специалисты среднего звена, долго будут востребованы в атомной отрасли. Но плюс, конечно же, это будут те люди, которые владеют хорошим знанием управленческого процесса, которые понимают, как оптимально обустроить процесс, которые строят этот процесс, понимая, что конечной точкой интересов является комфорт человека. Формат форума включал выставку и конгресс с обширной деловой программой, основным событием которой являлась пленарная дискуссия высокого уровня. На панельных сессиях и в рамках круглых столов проводились обсуждения с авторитетной аудиторией наиболее важных тем для атомной отрасли. На выставке свои технологии и компетенции представили ведущие компании мировой атомной индустрии и смежных отраслей.